Добрый день, уважаемые некопольчане! Сегодня в рубрике «На ты» в гостях в студии Владимир Семенович Куцин, генеральный директор завода «Феррасплава». Добрый вечер, уважаемые некопольчане! Добрый вечер, Виктор! Владимир Семенович, значит, 1 декабря, ровно 20 лет назад, вы пришли на некопольский завод «Феррасплава» и с того времени вы его возглавляете. Вот мне интересно, когда вы вошли на этот завод, вот что вы увидели? Ну, понятно, предприятие, да? Вот, грубо говоря, зашел и что увидел? Ну, я хочу сказать так, что я пришел на завод в 1999 году, накануне своего 50-летия. То есть, я пришел сюда подготовленным человеком. Я до этого работал в областной администрации, вице-губернатором по промышленности. Один год я возглавлял Новословский трубный завод. Я вообще вот считаю так, что вот у людей моего поколения жизнь, ну, не физиологическая, естественно, да, а в большей степени вот социальная, общественная, производственная, она как бы разделилась на две части. Первая часть – это та жизнь, которая прошла при Советском Союзе. Ну, и вторая жизнь – это с начала 90-х, 90-х, 91-й год – это уже при нашей независимой Украине. То есть, я к 90-му году, к моменту распада Советского Союза, работал в Днепропетровске, на металлургическом заводе. Я инженер металлург по образованию и всю свою жизнь работаю только в металлурге. На некоторых предприятиях, но только в металлургической промышленности. Я вот к 90-му году работал начальником основного производственного цеха на Днепропетровском металлургическом заводе имени Коминтар. В 95-м году я был назначен главным инженером этого завода, первым заместительным представителем правления. Кроме того, ну, хотел бы сказать, что, ну, в светлой памяти директор того предприятия, сегодня их уже никого нет в живых, Владимир Павлович Гончар, он болел, к сожалению, у него была кардиологическая болезнь, и он, когда уходил там в больницу, уложился, он всегда страдал меня, естественно, за себя, и не разрешал мне никого ставить главным инженером. Я доверяю только тебе, ты работаешь один, то есть и за директора, и за главного инженера. Хотя я вначале ему говорю, Владимир Павлович, так какой с меня директор? Я только начальник цеха два дня назад был. Я тебе доверяю, ты справишься. Поэтому у меня была закалка, и я сюда пришел, в принципе, подготовленным человеком. Да, это несколько другая, может быть, подотрасль металлургии ферросклавного производства, потому что я прокатчик и больше занимался прокатным производством, трубным производством. И по большому счету, после областной администрации готовился возглавить трубное предприятие в Днепропетровской области, очень мощный трубный завод. Ну, судьбе было угодно по-другому сложилось, поэтому, когда поступило предложение от акционеров, накануне, буквально там за несколько дней до собрания, а собрание прошло 30 ноября, я, в принципе, не колебался. То есть, вы зашли и увидели то, что, ну, как и было, завод. То есть, это ничего для вас нового или какой-то дополнительной нагрузки особо нет, да, или как? Я, честно говорю, что я не волновался, я был готов к работе руководителем завода, я приехал абсолютно один, у меня не было никакой команды, я четко понимал, что я справлюсь. Но, что касается завода, действительно, на второй день после собрания с одним из начальников цехов, к сожалению, тоже ныне покойным, уважаемый очень человек был Анатолий Пантелеевич Еремеев, это начальник основного цеха, мы с ним пошли по печам, по печному пролету, впечатление, конечно, было очень тягостное, потому что завод практически стоял. В последние годы никаких инвестиций в модернизацию не проводилось, просто не было возможности, я понимаю, у моих предшественников это делать. Работало несколько агрегатов, завод производил на уровне, там, 20 тысяч тонн феросплавов в месяц, что, конечно, явно недостаточно не только для нормального обеспечения предприятия, а еле-еле там хватало на выплату заработной платы, но надо отдать должное опять же предшественникам, что заработная плата на заводе оплачивалась всегда, даже в те сложные времена. Поэтому было сложно, было тяжело, но было не страшно. Владимир Семенович, вот вы вошли руководителем завода и стали, можно сказать, никопольчанином, правильно? Ну, да, конечно. Какое у вас первое впечатление было именно о никопольчанах? Чем-то отличаются они или нет? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, я в Никополе тоже бывал. У меня здесь и родственники жили одно время, и я бывал на трубном заводе, я был в очень таких таблических отношениях, и спокойно Майсану начал Куценко, директором трубного завода, и в командировках с ним бывал. И сегодня дружу с трубниками и с бывшим главным инженером Валерием Петровичем Корректором. Поэтому, в принципе, Никополь я знал и понимал, но то, что Никополь имеет определенные такие ментальные особенности, жители города Никополя, ну, действительно, с этим я столкнулся, вот уже, начав здесь трудиться. Вообще, это тоже, как бы, интересная такая история. Я бывал в Никополе, работая заместителем губернатора, на выборах 99-го года, на выборах президента, я имею в виду, когда избирали Кучму, и если вы помните, что было всего лишь два округа избирательных, на которых победил Мороз, а не Кучма, в первом этапе. Один из них был Никополь. И, понятно, это, как бы, вызвало тогда аллергию определенную руководству области, и меня, как бы, направили вот сюда, для того, чтобы там разобраться на месте. Поэтому я тогда познакомился, там, с поездой, с Лиханским, с прокурором на тот момент, и с Колландией, который возглавлял налоговую, с Сергеем Владимировичем Старуном, с мэром, с Писиным Николаем Георгиевичем, ну, и, как бы, эту ситуацию, вот, почувствовал ее, почувствовал. Да, действительно, ментальность есть. Есть определенная особенность. Ну, многие это связывают, вот, с историей казачества. Ну, наверное, что-то... А в чем оно выражается? Ну, наверное, есть какое-то упрямство. Наверное, есть какое-то такое недоверие, вот, к свежему, к новому человеку, да. Вот ему не верят, надо доказать делом, а не просто словами. Поэтому, да, это неплохое качество характера, это неплохая черта. Особенность есть. Ну, вот, я еще раз говорю, ну, наверное, в какой-то степени вот такое изначальное недоверие к чужому, к новому человеку. То есть, это для того, чтобы это доверие завоевать, ну, надо, наверное, показать. Вам сколько лет понадобилось, я думаю, что с первых... Сколько лет? Да. Я думаю, что на заводе на это у меня ушло меньше месяца. Вот. Да, я думаю, что, может быть, даже недели. А по городу, ну, это уже впоследствии, это избрание депутата областного совета. Да, причем правила игры же менялись по выборам, по закону о выборах. Сначала это были там мажоритарные круга и так далее. Поэтому сказать, что я вот совсем, все мне так нравится, все люди, я бы не сказал. Есть определенные особенности, я думаю, об этом поговорим. Но нет плохого народа, есть плохие люди, так и нет, нельзя все, или позитивное, или негативное расположить на всех людей вместе, на всю громаду. Самое запоминающееся, что вот у вас за 20 лет были взлеты и падения, да, ну, предприятия. Вот самое, что запомнилось? Ну, много было событий за 20 лет, естественно. Я, ну, первые там 3-4 года, когда действительно надо было в завод этот выдернуть вот из той, из той, из той ямы, можно сказать, в производственном плане. Я говорю, пока по производству. И несколько лет я реально не был в отпуске, это 12 часов как минимум на рабочем месте, каждый день в цехах. Приходилось делать, так сказать, кадровые перестановки, потому что, наверное, тот термин, что кадры решают все, он себя и не изжил и сегодня. Ну, событий было много, да, ну, во-первых, были события, завод это, ну, часть нашего общества, да, и вот когда были проблемы, корпоративные войны, политические моменты, это 5-6 год, это была сложная ситуация, но, в общем-то, мне пришлось на несколько месяцев покинуть завод, это что же было? В 5-6 году, там, 3-4 месяца на заводе я не работал. Потом был кризис с 8-го года, когда завод, в принципе, впервые остановился полностью, как и вся промышленность. Но это тоже, к счастью, за несколько месяцев в целом ситуация начала исправляться. Поэтому вот, вот корпоративные вот эти моменты, вот моменты кризиса мирового. Ну, и потом, вы смотрите, за 20 лет моей работы здесь поменялось 5 президентов. 5 президентов. Новый президент, новая какая-то политическая ситуация, какие-то новые правила игры и так далее. Я-то мне говорю, что поменялось и 3 мэра уже за это время. Губернаторов поменялось, я посчитал, ровно 10 за 20 лет. Сколько поменялось начальников полиции и милиции, прокуроров в городе Николай Мерсеновича? Это история только может посчитать. Смотрите, студия НЗФ сделали очень шикарный фильм к 20-летию. Мне очень понравился от начала и до конца. Единственное, как бы вот у меня вопрос. Ведь все-таки, смотрите, люди, которые приходят на работу, да, они, о чем они могут дома в семье разговаривать? То есть, завод, мне кажется, это не только вот территория завода, это практически, можно сказать, часть города. Правильно? И там в телесюжете в этом говорилось, что завод это как бы маленькое государство со своей инфраструктурой и так далее. А мне такая мысль пришла, а может это большая семья? Со своими проблемами, со своей инфраструктурой, со своим всем. Но говорить, что просто, если человеку, вот вы отдали большую часть жизни своей, да, этому предприятию, так же само и рабочие люди. И мне кажется, это уже вот ближе туда, ближе к тому, что это уже... Наверное, Виктор, наверное, очень правильно вы сказали, что это действительно семья, но вы знаете, есть же, да, что и семьи не без уродов. Семь не без уродов, потому что уроды есть и у нас, к сожалению. А для нормальных людей, вот сегодня, буквально, буквально сегодня я к вам приехал, прошла ветеранская конференция, отчетно-выборное собрание. И там говорили, был председатель заводского совета ветеранов. Понимаете, вот это люди, казалось бы, я выступал и говорю, что, наверное, сегодня в Украине найти абсолютно счастливого человека, наверное, невозможно. Таких людей, наверное, нет. И на феррославном заводе в том числе. Но вот эта единственная, вот эта семья, вот вы очень четко это подметили, и вот эти люди сегодня, понимаете, выступали, как они воодушевлены, с какой благодарностью за то, что на заводе... Вот это можно назвать и государством, и, безусловно, это и семья. Потому что то, что есть сегодня и сохранено за 20 лет на заводе, и то, что созидали мои предшественники, я реально это все 20 лет дополнительно, ну, халил, наверное, такое слово, да? Вот. Знаете, почему мне такая мысль пришла в голову? Потому что когда был сюжет, там говорилось и про то, как завод помогал в первые особенно годы войны, участникам на то время АТО, да, называлось. И вот я помню те слова благодарности прямо с передовой, вот, которые... Вы помните, да, когда Кирилл Славный сколько раз помогал через меня, а без меня это вообще сколько... Я помню, как вот тут вот стояли такие мешки с медикаментами, и знаете, что мне тогда, как бы, вот на сердце было так прямо, ну, тепло, приятно, когда я передавал это медикам, ну, обычно как, передали, на тебе, боже, что нам, не гоже, да, там, просрочка, там, какая-то еще что... Нет, медики сказали, ничего нет, не просроченного, нет ничего, что сброшено было, да, там, как и сальчист, нет. Все действительно забота, те носки, там, вода, все что угодно. И я помню, там же были как раз у меня есть на видео работники ферросплавного завода, которые и благодарили. И я тогда еще подумал, что это действительно большая семья, понимаете, вот. А сейчас, перед нашей встречей, я постарался с несколькими знакомыми ферросплавщиками поговорить, и, как бы, чтобы, какие бы вопросы они хотели задать вам, да. Ну, вопрос, как таковой, вот, остро, ну, не один такого. Понятно, что все хотят заработной платы больше. Слушай, если бы они не хотели заработной платы, это было бы, ну, неправильно, плохо, да. Был вопрос, вот, Наташа Скрипка задавала, ваша сотрудница, говорит, что, как вот с экологией. Я говорю, ты или задаешь вопрос, вот, или ты, ну, хочешь что-то сказать. Она, нет, я, говорит, знаю, что, ну, смотрят, есть все оборудование, которое, ну, смотрят за экологией, да, но хотелось бы, чтобы Владимир Семенович этот вопрос не упускал. И основное, всех, как бы, объединяющее, чувствовалось и высказывалась уверенность не только в завтрашнем, а и в послезавтрашнем дне. И, знаете, еще не хотелось бы льстить, но, когда я говорил, что, ну, вы же видите, что в стране происходит, там, все, а человек мне отвечает, ну, я уже работаю, там, ну, 5-10 лет, да, там, кто сколько. Да я уверен, что Владимир Семенович, ну, решит эти вопросы. Вот так вот было. Да, ну, много вопросов, Виктор, сразу, да, ну, давай, как бы, чтобы ничего же не забыть. Во-первых, я говорю абсолютно честно и искренне, я никогда ничего не делал ради какого-то пиара. Вот то, что вы говорите там... А подождите минутку, вот сейчас я перебью, тогда мы, раз у нас на «ты» идет, да. Вот сегодняшняя наша встреча не привязана только вот к празднику, привязана ни к какой политике, ни к чему. Вот нас невозможно обвинить в пиаре тоже, правильно же? Да. Я просто говорю, вот мы можем говорить о тех программах, которые есть на заводе, они есть для всех, да, начиная от ребенка, работника завода, который имеет возможность поехать в один из лучших детских и заработительных лагерей на Черном море, это город Скадовск, и которому уделяется колоссальное внимание, и в прошлом году, летом, я обещал им это сделали, мы построили новый бассейн по совершенно новой современной технологии с очисткой, с морской водой. Вот, потому что там был старый бассейн, который, понятно, себя уже ижил. Начиная от этого. Дальше, смотрите, вы правильно говорите, да, воины АТО. На заводе 193 человека и создана организация воинов АТО, сейчас это ООС, организация объединенных шилл и так далее. На заводе, вот я же начал, да, на заводе ветеранская организация. Это не просто нормально, это лучшая организация, у нас даже есть в СССР, это лучшая организация, была несколько лет назад, призвана на Украине, на, вы знаете, какое внимание уделяется, к сожалению, их осталось всего 4 человека, это участники Великой Отечественной войны, какое внимание им уделяется. На заводе существует, по-моему, завтра, это день Чернобыля, который был 21 апреля, по-моему, завтра на заводе есть Чернобыль, за которым оказывается помощь, освобождаются от работы, завтра, по-моему, они идут, ну, как бы, к памятному знаку, ну, в память об этом событии. Есть организация участников локальных войн, Афганистан и другие, поэтому это все на заводе работает. Я никогда не выходил из эфира и говорил, что я это сделал, ради чего мне, в принципе, ну, себя пиарить вообще нет никакой необходимости абсолютно. Это первое. Что касается, вы сказали, как, зовут эту женщину, Скрипка, фамилия? Наталья Скрипка. Наталья Скрипка. Я Наталью Скрипку приглашаю 20-го числа на открытие очередной газоэспирационной установки. Мы приглашаем министра экологии, премьер-министра, поверят они или нет, я не знаю, мы их приглашаем, губернатора, председателя облсовета, мэра и всех остальных. Мы запускаем на заводе четко и неукоснительно выполняется система экологической безопасности Днепропетровской области. Я, депутат облоснового совета, и вхожу в комиссию по экологии и энергосбережениям. Поэтому, конечно, я себе отдаю отчет важности этого дела. Мы, ну, за последние, ну, будем говорить об этих же 20-ти годах, да, потому что мы модернизировали все действующие газоочистки и построили 12 новых газоэспирационных установок. Если говорить в Таннаже, то это 15 тысяч тонн пыли, которые раньше оседали в легких уникопольчан, а сегодня они уходят в систему, очищаются и потом в виде марганца возвращаются в производство. Вот такая технология сегодня. Завод сегодня ни одной капли воды не сбрасывает Каховского до хранилища. Даже дождевые воды, мы их все очищаем, они идут в замкнутый цикл на сломонакопитель специально построенный, очищаются и возвращаются в производство. Это экология. Работать над этим вопросом, безусловно, надо. И сегодня и правительство ставит такие высокие очень критерии по этому. Хотя, когда к нам приезжали, там французская делегация, там есть такой показатель марганцевого содержания марганцевой пыли, там 5 кг в кубическом метре воздуха. Мы это неукоснительно выполняем. И даже французы говорили, что у нас таких цифр практически нет. Вот это, что касается экологии, действительно, эти все программы, они работают. И не ради пиара, а ради людей. Потому что, ну а по зарплате, естественно, вы правильно говорите. А кто сегодня удовлетворена зарплата? Сегодня надо повышать заработную плату и на уровне законодательного, в плане повышения минимальной заработной платы, минимального прожиточного минимума. Ну и, естественно, работодатели должны обеспечивать. Перед вот этим сюжетом у нас был сюжет, я в музее, на стадионе, да, вот там музей есть, очень хороший, фиростворная зона. Я заснял сюжет с вашим участием, да, с участием там начальников цехов, кто в этом музее работает. Там заметно настолько было пронизано все, что люди вложили душу туда, что мне один фиростворщик после просмотра этого видео сказал, что, а я, говорит, никогда не видел Владимира Семеновича вот такого, как, что он просто человек. Знаете, вот как бы, это было мне тоже очень приятно. Как у нас со спортом сейчас? Вот там очень много баталий идет. Я знаю, что вы очень любите спорт и уважаете его, и помогаете. А вот что у нас сейчас в городе? Ну, наверное, этот фирославщик, о котором вы говорите, он, наверное, сам редко ходит в спортивный зал и на стадион, потому что если бы он ходил чаще, он меня бы там видел точно. И не в белой рубашке, пожалуйста, там, а в спортивной форме и в футболке. Но это такое дело. Значит, спорт – это большая часть моей жизни. Не профессиональный спорт. Я не занимался профессиональным спортом, да, но я, вот сколько себя помню, там, с 7-летнего возраста, со школы, я всегда любил спорт. Я, ну, в большей степени, вот, меня привлекали игровые виды спорта, да. Я играл в футбол, я играл в гандбол, я играл в ренби, я играл в хоккей, там, на школьном уровне, на институтском. В футбол я играл за сборную вузов в области. Мы объездили там практически все столицы Союзных Республик в то время за Буревестник. И когда я пришел на завод, вот, мы когда начали его производство, вот, если производство произвело впечатление, к сожалению, негативное за счет, вот, ну, простоя и, как бы, состояния основных средств, агрегатов, то вот со спортом заводу повезло, или тем людям повезло, которые работали на заводе, потому что прекрасный зал в КСК, спортивный клуб электрометаллург со стадионами, со спортивным залом, лекалитический манеж, и на заводе люди действительно реально, вот, зал этот там с утра и до практически полуночи он всегда был загружен. Я, естественно, увидел, как бы, единомышленник в этом плане, естественно, поддержал, ну, и имея возможность и по явлению души и сердца, да, естественно, я спорт поддерживал. И, ну, что можно говорить, вот, смотрите, спортивный клуб электрометаллург, да, в 2008 году на Олимпийских игр в Пекине, на которых я был уже как член Олимпийского комитета национального, я сегодня член Национального комитета Украины, и в четверг будет ассамблея, Генеральная ассамблея НОК, я там буду присутствовать и, наверное, буду выступать, потому что, в принципе, сегодня мне там по линии Олимпийского комитета поручено это зимние виды спорта, которые, в общем-то, экзотикой являются и сегодня, что такое бокслей и скелетон, наверное, подумают, что директор начал ругаться матерно, потому что, наверное, не все слова, не все эти слова, так сказать, знают и понимают. Но спортивный клуб, так вот, на Олимпийских играх в Пекине, Лена Антонова, это действительно реальный член спортивного клуба и работница спортивного клуба, то есть завода, она из всех спортсменов Днепропетровской области выиграла одна олимпийскую медаль. Работница, жительница Никополя, работница завода, хотя там были такие крутые, как и днепропетровцы там и все остальные. Сегодня наш воспитанник Влад Гераскевич, он сегодня в Соединенных Штатах гоняется на Кубке мира по скелетону. Входит в десятки лучших скелетонистов мира, и мы, естественно, и я лично, и спортивный клуб, мы полностью его поддерживаем. Ну, для того, чтобы вообще понимать, надо туда прийти в спортивный клуб, там, после обеденное время, там девочки, девчушечки с трех лет занимаются художественной гимнастикой. Скалолазы у нас одни лучших на Украине, и чемпионы мира, и чемпионы Европы, и Макс Стенковой, и Ярослав Гонтарик. Тренер у нас Наташа Кудренко прекрасный. Вы все знаете, пожалуйста. Ну, как ему их не знать? Ну, 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 как это, 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 ну, я не выскушаю, мы с ними друзья. Я им старший товарищ, и, конечно, я их всегда поддерживаю. И спорт, это, это значительная часть моей жизни. Я в большей степени использую, ну, части своего отпуска, подгоняю под эти мероприятия. Иногда, как командировка, как член Алимпийского комитета, я с большим, с большим вниманием, я в этом деле реально разбираюсь и понимаю. Хорошо, Владимир Семенович, это завод, это вы. И тут же мы видим немножко другая картина, город. Мы договаривались, что я задаю любые вопросы, правильно? Вот поэтому я и задаю. Зачем было, по вашему мнению, покупать вот тот стадион металлургов за миллион? Пробо. Да, трубные здания, частично, которые и так работали. Сейчас, что получается с вот этими 7 миллионами гривен на футбол? Ну, то есть, вот, контраст. Ну, в моем понимании это контраст. Ну, смотрите, Виктор, я... Просто ваше мнение. Да, я тоже со многими решениями, которые принимает городской голова в этом плане, там, наверное, руководство города, я, конечно, категорически не согласен и высказываю свое мнение на этот счет. И считаю, многие отношения, они, в принципе, несправедливы к отношению именно спортивного клуба «Электрометаллург» в том числе. Ну, по стадиону, ну, что сказать, ну, наверное, дополнительный объект для занятий спортом, ну, в принципе, это неплохо. Другое дело, какие деньги и с какой целью туда вкладываются. Если для развития детского спорта, то это хорошо. Если для поддержки спортсменов, то это хорошо. А если для того, чтобы отмыть эти деньги и потом с этого бюджета его, так сказать, там, на какие-то личные цели, вот это я категорически противник. Там же ничего не сделано, вот, за сколько времени. Да, поэтому я тоже считаю, кстати, вот мне говорят, так, там же у вас же там стадион, туда кого-то не пускают, это все вздор. Это все вздор. Стадион «Электрометаллург» может принять еще такое же количество спортсменов, которые есть сегодня. Но я еще раз говорю, я не против решения о поддержке стадиона. Ну, вот смотрите, Владимир Владимирович, вы хозяйственник. Это вот, как ни крути, и никто в городе не скажет, что это не так, да? Как может быть, это в чем, ну, суть здесь? В том, что человек приезжий не связывает свою жизнь с Никополем, или как вот? Ну, купить тот же, и раз мы уже говорим про стадион. То есть вы же не будете покупать ненужный вам сарай, правильно? И он не будет. А почему так происходит? Ну, во-первых, Виктор, надо сказать о том, что, к сожалению, это же не только стадионы. Это не только, да, да. Там Юр Академия и всего остального. Там Теплосеть, вот эти вот там трубы. Трубы, да, да. Да. Это, по большому счету, называется воровство. Это называется воровство. Я не называю фамилии, потому что основной принцип юриспруденции – это презумпция невиновности. Но, в принципе, проследить заинтересованных лиц, конечно. Владимир Семенович, ну, есть такое, знаете, есть презумпция невиновности, а есть позиция утки. Если что-то выглядит, как утка, плавает, как утка, крякает, как утка, то это утка и есть. Если он вор, значит, оно вор. Ну, правильно? Я вам скажу такую вещь. На заводе все абсолютно, от гайки и болта, и до, вот вчера там автомобиль получили, речтакер, это такой погрузчик, который стоит там около миллиона долларов шведская, манипулятор-кантователь. На заводе все приобретение проходит через тендер. Ничего, ни я, я принципиально никогда ничего не, принципиально 20 лет ничего не подписываю в плане там единственного решения о покупке какой-то вещи. Все проходит тендер, и это нам дает колоссальную экономию. Здесь, как бы, тендер, наверное, тоже есть прозора, но, к сожалению, научились работать из прозора не прозором. Это тоже надо признавать. И, конечно, если можно купить какую-то вещь за гривну, а на нее тратится 10, тогда возникает вопрос, а для какой цели это делается? Только для той, чтобы вот эти остальные 8 или 9 там просто разделить. Поэтому еще раз говорю, по стадиону я не знаю, но данные определенные, конечно, у меня есть. Мне абсолютно непонятно позиции личной городского головы и, в общем-то, там руководство города в плане футбольного клуба профессионального. Но это тоже все блеф. Вот там 100 каких-то есть фанатов, которые ходят. Знаете, если что, скажут, ты против футбола, да, вот сразу. Да, если начинаешь, ну, меня уже против футбола упрекнуть неземно. Я готов на футбольную тему поспорить, но с абсолютно любым специалистом. Не говоря уже о дилетантах, которые, так сказать, подходят к этой теме. Поэтому, что касается профессионального клуба, он городу не нужен абсолютно. А вот данные, я не брал никаких данных, потому что у меня там производственные данные все в голове. А вот тут вот на футбольный, ну, не знаю, выделили, но доведено финноделом на 20-й год. Просто на всякий случай, я хочу сказать. На футбольный клуб 2 миллиона 680, 3 тысячи. А на детскую и юношускую спортивную школу электрометаллург 100 тысяч. Так в детской и юношуской спортивной школе электрометаллург тренируется 920 детей. А это профессиональный клуб, ну, там при нем есть какая-то, может быть, еще и спортивная команда детская, не знаю. Но я посчитал, у меня с электрометикой все в порядке. Значит, нашему, в нашей детской и юношуской спортивной школе выделяется на ребенка 100 гривен в год. А на футбольный клуб профессиональный 7900. 79 раз. Ну, коллеги, ну, давайте же честно говорить. Так что мы поделим? Если это спортивный клуб, так вы ходите тогда в премьер-лигу, играйте там с донецким шахтером. А занимать последнее место во второй лиге практически не выплачивать. Я встречаюсь с ребятами, тренера знаю, я же туда подходил. Практически не получают зарплату за копейки там. Это так, как я в студенческие годы за гречку бегал. Ну, так сегодня же время поменялось. Прошло 50 лет с этого времени. Поэтому непорядок здесь. Особенность профессиональный футбол. Я почему перестал заниматься? Ведь я тоже принял команду, она в первой лиге играла. И я пытался ее удержать и содержать. Но когда мне сказали, что надо заплатить взятки судьям, надо заплатить взятки тому, вот этот матч должен быть договорной, я плюнул на это дело, сказал, я в эти игры, в футбол я играю, только не с вами. Поэтому профессиональный клуб, это возможность, опять же, для вот этого, так сказать, отмывания и раскачки денег. Это, к сожалению, это так. Они называют это зарплату. Мне непонятно, конечно, позиция городского головы Андрея Петровича, когда он лично ездит там и доказывает, что футбольный клуб не нужен, Андрей Петрович, это мое мнение. Профессиональный футбольный клуб, эти деньги отдайте детям на развитие спорта. Они вырастут здоровыми людьми. А тратить все эти, на вот эти все мероприятия, так сказать, на взятки судьям и на откаты еще кому-то, это неправильно. Это рано или поздно закончится. Причем плохо для кого-то. Владимир Семенович, раз вы уже заговорили о дворишках, да, вот вы сказали в начале нашего сюжета, что пережили несколько мэров, губернаторов и можете какое-то сравнение вот между, ну я считаю, пришлыми, да, это один днепропетровский токарь, к примеру, и киевский фисак сейчас. Вот в чем у них разница? Некоторые говорят, что токарик нервно курит, отдыхает в сторонке по сравнению с сейчас. Я пришел, работал в Сергей Владимирович сторон, я никого не идеализирую. И наверняка у Сергея Владимировича тоже были недостатки, наверное, они были и они есть. Но Сергей Владимирович в стороне мы работали очень конструктивно, активно работал совет промышленников города Никополя, который я имел честь возглавлять на тот момент, и мы действительно помогали городу, и был полный конструктивный. Когда Сергей Владимирович, я считаю, не захотел, он то баллотировался, но он не захотел стать мэром, это однозначно. Ну, я буду откровенен, и может неправильно, но у него, по-моему, нарцицизм. Ну, нарцицизм или дисцизм. Да, и он решил, что он просто выиграет, ничего не делая. Наверное, да, наверное, дело прошлое. С токарем я не общался, я, ну, принципиально это была моя позиция, потому что это был, ну, как в том фильме, нехороший человек, однозначно. И я сделал все, ну, в пределах своих полномочий, для того, чтобы, конечно, мы, во-первых, избрали, эту работу мы проводили вместе с Андреем Петровичем Фисаковым, среди депутатов, для того, чтобы мы бы оказали недовидие. Потому что это, это, это было недоразумение для города, просто недоразумение. Вот. Что касается Андрея Петровича, ну, как вам сказать, ну, вот он противоречивая такая личность. Ну, я вижу, что он интеллигентный, он воспитанный, мы с ним общаемся, обсуждаем темы, вот, вроде приходим к общему знаменателю, вот это важно для города. Я, как депутат областного совета, естественно, там тоже. Ну, к сожалению, вот, я так понимаю, когда он развернулся, он, по всей видимости, подвержен какому-то влиянию извне. Мне сложно сказать, какому я, и от какой стороны, потому что потом он выходит, и решения принимаются абсолютно противоположной темы, о которых мы говорили. К сожалению, это так. Ну, там среди депутатов есть те, кто у него были врагами, да, Вадим Колесник и другая. Я, я с этими людьми не знаком, я с этими людьми не общаюсь. Я, мне, по-русски, давать не могу. Вот, к сожалению, получается так. А, вот, смотрите, такой еще вопрос. Вы, вот, чувствуете, вы в городе, ну, как бы мягко сказать, что известная личность, да, и вас уважают, ну, больше, чем вот этих вот всех, которые вы сейчас перечисляли, некоторых вообще не нужно даже упоминать, да, вот. А вы вот чувствуете какую-то ответственность за то, что ваше мнение может повлиять на ситуацию в городе, вот на будущих выборах, на прошлых. Безусловно, я чувствую свою ответственность. И я, опять же, в пределах закона, естественно, пытаюсь влиять и влияю на эту ситуацию и с помощью депутатского корпуса и с помощью проведения, так сказать, работы. Но я довожу людям многое того, что они не знают, ну, в пределах, так сказать, там, избирательных компаний, да. Я, кстати, вот на заводе был первый раз, и не так давно новый народный депутат, он у меня произвел вполне, так сказать, вразумительное впечатление. Вот, владеет ситуацией, хорошая, так сказать, лексика. Да, он был на заводе, возвращался с людьми, ничего не могу сказать. Абсолютно, абсолютно нормальный человек. И кредит доверия, ну, может быть, не к нему лично, а больше к партийной составляющей, там, в слое народа. Пока он не исчерпан, будем надеяться, что, как бы, будет это в дальнейшем. Поэтому я свою ответственность, конечно, в этом плане чувствую. Но, вы знаете, вот, ну, есть по непонятной для меня причине, хотя, наверное, по понятной, это, ну, наверное, с одной стороны, может быть, это зависть, потому что вот 20 лет, да, а попытки укусить они же были на этой стадии. Но принцип собака лает, караван идет, он для меня имеет значение, а караван идет, а собака лает, да, и иногда еще и пытается укусить. Вот это, вот это, вот это зависть, наверное, к невозможности повлиять на этот процесс, потому что за эти 20 лет ведь были такие, их уже сегодня, знаете, их уже нет, а те далече. Вот, не все уже и пережили эти моменты все. Да, тут приходили, там, мы у вас, там, и независимый профсоюз организуем, там, мы у вас, там, и забастовочку организуем. А чего? Чего забастовку, чего независимо, у нас, как бы, все, все прозрачно и все открыто. Абсолютно все. Поэтому ответственность чувствую, но чувствую и вот тема, там, бассейнов и, наверное, мы ее тоже обсудим, да? Вот такая аллергия, не на мои действия, а вот на независимость завода и невозможность повлиять на решение, там, мои, на решение наших акционеров и на, и каким-то образом создать такой не отрицательный имидж завода. А он создан положительно и действительно люди видят, люди верят, люди доверяют. А бассейн? Бассейн в городе, тема бассейна, а и отошли как-то в... Да, бассейн в городе будет, будет, однозначно. Но, к сожалению, это вот затянутая тема, да? Он бы уже был. Если бы руководство города приняло мое предложение, я не знаю, я где-то 4 года назад уже или 5 лет, но 4 так точно, да? Я говорил тогда давайте строить бассейн на участке за культурно-спортивным комплексом. Там техникум, там академическая земля. Я в этот вопрос 100% решил. Там все коммуникации. И людям удобно. Я, в принципе, человек с очень хорошей и быстрой реакцией. Я все привык делать, если вот момент этот создан, надо решить в этот момент. К сожалению, я не нашел поддержки в городе, у руководства города. Они начали искать другое место по непонятной для меня причине. Нашли его там в известном месте, да? Вот там вырыли яму. Построили яму. Да. Вот. На это ушло время. За это время поменялось несколько председателей областного совета, архутики комиссий. Бюджетные деньги выделялись из года в год. Это деньги областного бюджета. К сожалению, они не осваивались. Сегодня там освоено. Там около 5%. Вот вырыли котлован. Хорошо хоть котлован вырыли. И с народным депутатом словом я об этом говорил. И эта тема не снимается. Мы в областном бюджете. И деньги закладываются в бюджет 2020 года. Я еще раз говорю, авторитетно, что бассейн нужен городе и бассейн в городе Будда. А где он будет? Там где? Ну, конечно, конечно, там, где сегодня. А там же, там же это вообще, понимаете, это же такая хронология. Вот. Ну, во-первых, начали заниматься. Там археологические какие-то моменты были. Там парковая зона. Там куча согласований потребовалось, за которых надо платить деньги. Где электроэнергия? Где вода? Где канализация? Это же инженерное, серьезное инженерное сооружение. А здесь все было. Все было. Но, к сожалению, они приняли только по одной причине. Это тоже был принцип. Ага, это же Куцин проинициировал. Значит, это же добавит ему, ну, кто в преференции играет, то значит, что такое весты. Это добавит Куцину весту, а мы этого не должны знать. Только вот, причина только в этом. Хотя, а про город кто-то, ну, будет думать? Ну, удобнее. Ну, я надеюсь, что, надеюсь, что выборы не за горами местные. И те люди, которые придут, ну, они будут думать. У меня следующий вопрос был как раз такой. Я не хочу даже спрашивать, кого вы видите на месте городского головы. Я хочу спросить, какого человека вы видите на месте? Честного. Фамилии называть нет. Это некорректно, неправильно и нельзя. Я вижу честного человека. Еще какие-то критерии. Вот мы, скажем, Никопольчанин. Ну, вот пришел Зеленский. Какие у него критерии к президенту? Он прекрасный артист. Что он понимал в дипломатии? Что он понимал в военном деле? Что он понимал в экономике? Ничего. Но его избрали президента. И он же старается, да? Смотрел я до ночи. Нормально. 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 А как же? Если кто-то думает, что он придет там и все сразу поменяет, не поменяет он. Но движение, минимальное движение есть. А по-другому не будет. Если бы у нас было больше времени, я бы историю рассказал. Да. Различные. если такое, что я люблю историю и знаю. Но если кратко можно... Ладно. Это как бы людям будет не совсем понятно. Поэтому научиться можно всегда. Медведя учат кататься на велосипеде. Попугаи учат говорить. Но это же животный мир, да? Фауна. Должен быть честный человек. Вот если будет честный человек, он вокруг себя создает коллектив честных людей. И тогда будет порядок. Пока, к сожалению, при всем моем глубоком уважении к коллегам, я не могу так сказать, что вот все делается прозрачно и честно. Все делается непрозрачно и нечестно, к сожалению. Владимир Семенович, такие еще вопросы, которые будут интересовать и меня лично, и, я думаю, Некопольчан. Вы вот считаете себя Некопольчанином? Уже 20 лет вы здесь. Непростой вопрос, если быть откровенным. Непростой вопрос. Ну, понятие, все-таки Некопольчанин, наверное, но не обязательно родиться в Некопольчане. Я вообще родился, у меня покойные родители, отец был военнослужащим, прошел всю войну. Я-то родился вообще в России. Вот, сейчас как бы, ну, на территории, на Волге, город Сызрань такой есть. Да, ну, всю сознательную жизнь. В 57-м году отец переехал по последнему месту службы в Днепр и в Днепропетровский образец. Да, у меня, у нас две дочери с женой. С супругой мы живем в 48-й год, 47 лет. У нас две дочери. Младшая дочь, у них хорошие, крепкие семьи. У меня четверо внуков. Младшие дети живут в Киеве. Старшие живут в Днепре. Жена в большей степени находится в Днепре. Конечно, наездами в Днепрополе бывает. Поэтому, если говорить откровенно, вот что, вот я такой крутой никопольчанин, но я бы, наверное, все-таки так не сказал. Хотя я живу, работаю, уважаю людей. Вот, вот заводчанин я точно крутой. А никопольчанин, как раз вы видите, вы немножко даже идете вперед, которые я подготовил вопросы. Вот сказали, уважаю людей, никопольчанин. Вот у меня последний вопросом был, изменилось ли ваше мнение о никопольчанах или изменились ли они в ваших глазах, вот, какие были 20 лет назад и сейчас? Или также остался казачий дух? Были и есть. Казачий дух, конечно, остался. Это надо признать. Да. Но вот мы и начинали с этого, да. Люди есть хорошие, люди есть нормальные. И таких людей подавляющее большинство и на заводе, и в городе. Вот. Но, конечно, есть люди недобросовестные. И, к сожалению, мы вот видим, но эта тема больше касается завода. Хотя эта проблема не заводская, а вообще украинская. Это топ кадров. И в эту тему знаете. Хотя вот третий месяц у нас кадровый баланс положительный. Но я понимаю, с чем это связано, в большей степени это связано с тем, что на трубном заводе, на трубных заводах проводится сокращение. А мы, конечно, несмотря на то, что мы объемы производства тоже там сегодня уменьшили, практически на 50%, мы людей на завод принимаем. И, конечно, сегодня можно принять их готового газосварщика и готового электрика, и готового слесаря и водителя. Мы таких людей с удовольствием принимаем. Потому что это профессионалы. Но, если взять, а мы ситуацию мониторим, и я в том числе потому что кадры, это действительно основной ресурс заводской. И я ежедневно в курсе дела, сколько человек рассчиталось, сколько человек приняли, кого приняли. И вот, ну, во-первых, резко ухудшился состав кадровый. В каком плане? Если у нас раньше там в месяц на заводе, если там 6-8 тысяч человек, можно было один был в нетрезвом состоянии, ну, на проходной его задержали, то сегодня таких людей стало намного больше. И подавляющее большинство из них, это люди, которые не отработали еще и год и полтора. Потому что, ну, город-то у нас небольшой, там немножко больше 100 тысяч сегодня в нашем городе живет, да. И, конечно, кто хотел работать и хотел устроиться, тот работает. И по большому счету вот средняя зарплата там на заводе сегодня около 15 тысяч гривен, а работники основных цехов это и 20 тысяч, и 25 тысяч, это рабочие. Это же не начальники цехов, это не руководство, это рабочие. Вот. И вот те люди кадровые, которые работают, они гордятся, они дорожат, они делают все для того, чтобы и завод работал в дальнейшем, особенно и ветераны эти очень-очень ценят это отношение. Естественно, и к этим людям же такое же отношение. Я хочу сказать, вот я тут с коллегами недавно встречался, за 20 лет на заводе получено 36 государственных наград. Это о чем-то говорит? Да. Кто мне скажет в Никополе? А у нас все начальники цехов, это заслуженный металлург, заслуженный работник промышленности, мой заместитель по строительству, заслуженный строитель, мой заместитель по экономике, заслуженный экономист, это все государственные награды, ордена, медали, и к дню металлурга, и празднованное 50-летие. То есть я уделяю внимание не только материальному стимулированию, а и моральному. И в целом люди это заслуживают. Поэтому были хорошие люди, их большинство, есть негодяи, их меньшинство. Они были, есть, но, к сожалению, пока есть. Мнение так же, как и было, так и осталось. Может быть, вы еще что-то хотите добавить? Как мы оговаривали, 40 минут. Потому что 40 минут прошло. 44. Пролетело, да? Я так посмотрел, так вроде 14 минут. Да, да, да. Я хочу сказать о том, что все равно все, жизнь наладится. К сожалению, конечно, не так быстро, как нам бы хотелось. Прежде всего, вот Олег Сенцов, знакомая фамилия, да, это, значит, ну тот тот человек, который был долго, режиссер, долго был в плену, потом по обмену пленных он находится здесь. Его спросили, это же человек, который прочувствовал, его спросили, а в чем проблема Украины, в чем вы видите? Вот он сказал, я с ним полностью согласен. Первая проблема, это, конечно, Донбасс, Донбасский кризис, ее надо решать однозначно, да? Вторая проблема, это коррупция, то, что мы с вами говорили, это на местном уровне, и, к сожалению, это же коррупция везде. Я категорический противник, я сам лично никогда не брал взятки, никогда не брал в жизни, и категорически, и никогда их не давал. Но, к сожалению, я знаю, что иногда, ну там, в обход меня, все равно приходится использовать какие-то рычаги не брать, а кому-то, так сказать, для решения какого-то вопроса. Но это, конечно, не должно быть во главу угла, а у меня есть впечатление, что вот сегодня, так сказать, в руководстве, начиная от выше, может быть, новые люди пришли, они этим не занимаются, а то, что раньше знали, кому, сколько и в какой таре занести, это абсолютно, это было при всех президентах, поэтому и коррупция махровая в стране. Поэтому в Донбасс коррупция, а третья проблема, как вы думаете, Виктор, что он сказал? Вот он назвал три, я вам две назвал, а третью, вы можете сказать? Нет. А он сказал, это мы украинцы. Сами в себе, да. Это сказал Сенцов, это человек, который был в тюрьме в России. Третья проблема, это мы украинцы. Поэтому вот очень бы хотелось, чтобы не принималось все на веру, потому что вот то, что те шаги, которые Зеленский делает, он их делает вынужденно и делает их правильно, но тем не менее вот то окружение Порошенковское, которого, конечно, надо в тюрьму давно уже было посадить, не понимаю, почему он его до сих пор не посадил, потому что есть за что, и пытаются, вы знаете, там собирать там сборище всякие, там возле администрации президента, вот там и так далее, и так далее. Поэтому верить, верить, верить. Знаете, как там был фильм про Штирлица, 17-е дни весны, да, как говорил там Мюллер такой был, Группенфюрер Мюллер, он говорил, верить никому нельзя, мне может, не Капальчане, я вам это рекомендую. Спасибо. Я чувствую, знаете, Владимир Семенович, нам нужно будет еще как-нибудь делать эфир, но через 20 лет. Давайте так, хорошо. Почему? Потому что у меня по ходу вот разговора, особенно последнего, у меня очень много вопросов возникает. У меня же может не быть столько ответов на твои вопросы. Ну, может быть и так, и тем более время. Я считаю, что Никапальчана будет, было очень интересно смотреть. Спасибо вам большое, что пришли к нам в сфере. Спасибо, спасибо, Никапаль. Спасибо. Спасибо.